Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Сегодня мы в образах Даши Букиной. И Лены Полена. Даша Букина, это еще ладно, на Лену Полену ты не сильно смачиваешь, но чисто по концепции нормально. Сегодняшний выпуск будет у нас мистически не про маньяков, потому что, честно говоря, очень-очень какое-то упадническое настроение после того, как мы слушаем о том, что происходило с девушками, и как за ними охотились, выслеживали, сталкерили, короче, это просто жесть. Я думаю, что такие выпуски мы, конечно, будем делать и в дальнейшем, но, возможно, чуть пореже, потому что это, правда, очень сильно опустошает и оставляет какой-то неприятный след после себя. Поэтому сегодняшние истории будут мистические. Привет, девочки! Надеюсь, эта история попадет в ваши видео. Меня зовут Кристина. Я вообще не думала, что когда-то напишу вам историю, тем более на мистическую тематику, скажу сразу, что я абсолютно не верю во всяких призраков, во все потусторонние, а также отвергаю все религиозные взгляды. Но! Есть несколько ситуаций, которые произошли со мной в жизни, при которых мне было дико страшно, и как бы я ни пыталась, объяснить их не могу. Эта история будет связана со сном. У меня ни разу не было сонного паралича, ну или я, по крайней мере, этого не помню. Этот случай абсолютно не похож на сонный паралич. На момент, когда это произошло, мне было лет 17. Это я к тому, что я не была маленьким ребенком, и мой мозг не выдумал и не завевечил эту ситуацию. Перед описанием произошедшего события стоит сказать, что мне, как и очень многим людям, в детстве снился один и тот же сон, причем он снился каждый день на протяжении пары-тройки лет. Он наступал не в стадии глубокого сна, а как только я начинала дремать. И сквозь этот ужас я слышала телевизор, который перед сном смотрела мама. Сон был такой, если честно, очень жутко вспоминать, но тем, кому я про него рассказывала, было смешно. Мои, честно говоря, тоже. Я сижу в парке на лавочке, а лавочка эта была единственная там. Все было в рыжих тонах и виделось очень узко, то есть я видела только эту лавочку и себя на ней. И, внимание, я была в виде мизинца. Потом это резко все исчезло, и я становилась огромным куском чего-то, тона становились более темными, коричневыми. И этому огромному сгустку чего-то, мне, делали какую-то операцию. Было адски больно, и будто что-то щипало за бока. Очень больно, щекотно и страшно одновременно. Этот сон прекратил сниться лет в 11-12. Не было больше ни одного случая с этим сном, кроме этого. Было теплое время года, скорее всего весна. Я пришла из школы, и дико захотелось спать. Надо сказать, что моя мама очень православный человек, верит во всякую чушь, вроде примет. Она мне много раз говорила о том, что на закате нельзя ложиться спать. Типа, будет болеть голова или еще что похуже. Короче, я всегда, да и до сих пор смеюсь над этим бредом. Когда я легла спать, родителей дома не было. Я закрыла дверь в комнату, она у меня была без окон, так как солнечный свет адски бил в глаза. В общем, я заснула, и, конечно же, что правильно, мне снится мой любимейший сон из детства, где я предстаю форму мизинца и сгустка одновременно. Надеюсь, мизинцевые пальцы ноги. Слушай, пальцы ноги это вообще жестко. Я человек, который боится стоп, мне реально эстетически неприятны человеческие стопы. У тебя педофобия. Педофобия? Да. Но это не то, что прям страшно, мне просто неприятно, не нравится. И, по-моему, мизинцы на ноге это самая ужасная вещь на планете. Ну, типа, это хуже змеи, наверное, даже. Реально. Но мне очень не нравятся ноги и мизинцы на ногах, потому что это просто что... У меня там мизинчик очень некрасивый. Есть те, у которых пальчики длинные, а у меня прям такой, знаешь, картошка. Ну, ужасно, фу, не нравится. Далее я в ужасе просыпаюсь, смотрю, почему-то на время было ровно 6 вечера. Ложусь обратно в кровать и начинаю биться головой о край шкафа, который стоял прямо возле кровати, и орать на всю квартиру. Помогите, вызовите мне психолога, как тогда. На минуточку. У психолога я ни разу не была. Кричала я это очень много раз, потом встала, подошла к шкафу в комнате родителей. На шкафу огромное зеркало во весь рост. Я стояла перед ним и начала рвать на себе волосы, биться в припадки и кричать вышеупомянутую фразу. Потом я спокойно легла в кровать и помнили, что, как проснулась, а родители были уже дома. Ситуация, в общем-то, не особо страшная. Страшно то, что я до сих пор не могу понять, был это сон или реальность. Вернее, я очень надеюсь, что это был безумно реалистичный сон, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Причем тут психолога тоже не понимая, вот так. Ну, мистики здесь, честно говоря, не очень много. Мне кажется, что если бы это было реальностью, то были бы какие-то как бы следы. Если биться головой об шкаф, то будет что-то болеть, скорее всего, голова. Если рвать на себе волосы, скорее всего, ты увидишь шматки волос на полу, хотя бы. Поэтому я думаю, что это все был какой-то сон во сне, и типа, ну, тебе приснил сон с мизинцем, потом ты думаешь, что проснулся, ты просыпаешься во сне, и как бы продолжается вот эта вот вся история. Скорее всего, так и было. Мистики здесь опять же ноль, это не как-то что-то страшное. Тут шкала призраков максимум, и то она небольшая. Я думаю, что теперь пять призраков. Мне нравятся такие темы, когда там что-то со сном происходит, не знаю, мне кажется, это круто и интересно. Ну да. Привет, девчонки, вы супер, обожаю вас слушать. Решила тоже поделиться кое-какой мистикой, как оказалось, довольно немало в моей жизни. Первая история связана со смертью моего дедушки. На тот момент мне было 11 лет, а моему младшему брату два года. Прошло немного дней с похороной, я примерно в обед укачивала брата в коляске, чтобы он уснул. Укачиваю, значит, и сама начинаю кемарить. Прилегла как раз на кровать, где дед спал с бабушкой, дремлю и слышу шепот возле коляски. Спи, милый, спи. Открываю глаза, никого нет. А еще мой брат какое-то время после смерти дедушки несколько раз громко хохотал и махал руками, произнося, дедя, дедя. Вот и не верь, что наши родные не сразу уходят от нас. Вообще считается же, да, что дети вообще в принципе ясновидцы, так скажем. Блин, мне Диана скидывала на днях тикток ужасный. Про собаку? Да, вот такой вот тикток. Я очень сильно расплакалась, потому что я, блин, это очень странно. Типа очень похожа на мультик, я сейчас опять заплачу. Зая, ну все, блядь. Зая, ты серьезно? У меня очень такие вещи трогают. Ну, типа жестко. Маленький. Я не буду плакать. Не надо плакать. Диана постоянно скидывает мне какие-то хорошие истории про котиков, которые типа жесткие сами по себе, где котик там бездомный, его кто-то подбирает или спасает, но мне все равно очень грустно и я плачу. Моя зая. Не скидывай такие тиктоки, хорошо, не буду. Я не сижу в тиктоке именно поэтому, потому что там подается какое-то грустное говно, под которое я вынуждена плакать. А я вообще-то серьезная жинка. Другая история связана с моими вещами снами. Во. Про снай опять прикольный. Впервые конкретно я почувствовала, что это такое уже в далеком 2011 году. Тогда я училась на втором курсе универа. В одну ночь я проснулась после жутчайшего сна. Снилось мне метро, лужи крови, кровавые мясные вагоны, висящее мясо и все такое жуткое. Просто ужаса ни одной души. Проснулась в странном настроении. Днем мы договорились пойти в кафе небольшой компании. Сидим, значит, и раздается звонок. Это был отец моего друга. У друга глаза на лоб полезли. И вот он рассказывает, что отец только что хотел спускаться в метро, как оттуда стали выбегать окровавленные люди в порванной одежде ужасом в глазах. Куча скорых и так далее. Это был день теракта в Минском метро 11 апреля 2011 года. Сказать, что я офигела, вообще ничего не сказать. Потом, спустя время, мне снова приснилось метро, но уже в менее кровавых красках. Я рассказала подруге, уехала на работу. Сижу, работаю, звонок. Подруга с офигевшим голосом говорит, что метро перекрыли, так как под поезд бросилась женщина. Ну, жестко. Про окровавленные шметки и мясо жестко. И жестко то, что девушки снятся сны про метро. Да, про ЧП в метро реально. Да, ну вот, видимо, какая-то, знаешь, тоже. Я не знаю, что за волна такая. Что это такое? Как так выходит? Я не понимаю такого. Я отказываюсь это видеть. Нет, я воспринимаю эту информацию с доверием, но я не верю, потому что не понимаю. Вот то фак. Привет, красотки! Есть у меня одна история про обосранную жопу на 100 из 10 для меня в тот момент. Это произошло примерно в 13-м году, но я до сих пор помню все, что было, как будто это было вчера. Так вот, вернемся к истории. Мы с родителями, я, мама и отчим, и друзьями семьи, мама и дочка, решили поехать в Москву, сами из Питера. Приехали, значит, решили не брать отель, а остаться на эти несколько дней в квартире с сайта, который не будем здесь рекламировать, потому что неоплочено. Все правильно. Заселились, пошли гулять. Вернулись вечером уставшиеся, но вдруг захотелось жрать. Минуты в 10 от дома был мак и продуктовый магазин. Я решила остаться дома, посесть за компьютером, пообщаться с друзьями в ВК и т.д. Я сказала родителям, чтобы взяли мне хэппи-мил и все радостно утопали за едой. В общем, чтобы вы понимали обстановку квартиры, я кратко, насколько это возможно, ее опишу. Честно говоря, у меня с представлением себе каких-то описаний, то есть я в голове вообще не визуализирую, для меня это все абсолютно как просто набор слов, и я не могу представить вот так вот сходу, мне нужно нарисовать, поэтому я просто вам зачитаю, потому что оно тут есть, но для меня это никакой информации не несет. При входе справа был шкаф для верхней одежды, и вы сразу входили в гостиную зону с диваном-кроватью, черт бы его побрал, телевизором и столиком. За гостиной зоной сразу был балкон, двери также не было. На этом балконе в углу у стены стоял стол с монитором и компом, то есть ты сидел спиной ко всему коридору балкона, если это можно так назвать. В другом конце балкона можно было пройти на кухню, там тоже не было двери, open space, короче, полный. Дальше к описанию. Если повернуть от входной двери квартиры направо, там был коридор, чуть дальше туалет и душ, а в конце две двери и, собственно, две комнаты. В одной из них были мои родаки, в другой та женщина с дочкой, а меня решили поселить на раскладном диване в гостиной. Описание заканчивается, переходим к обосранной жопе. Все ушли, я сидела за компьютером спиной ко всему, как я выше писала, и сидела в ВК. Вдруг я слышала спиной со стороны кухни стук, как будто кто-то что-то нарезает ножом на деревянной доске. Напомню, что дома только я. Проходит 15 секунд, и звук прекращается. Я думаю, показалось, наверное, продолжаю делать свои дела, звук снова начинается. Тут я опять подождала, но звук не прекратился. Я встала, пошла в сторону кухни, что странно для человека, который обожает фильмы ужасов и знает, что не надо ходить туда, где странные звуки. Как только я пришла на кухню, звук прекратился. На столешнице действительно лежала деревянная доска, на ней кухонный нож. Я бы лупила глаза и пошла обратно за ком, чтобы привидение не заподозрило, что я уже обосралась. Прошло еще несколько минут, я успокоилась, и снова я слышу этот звук. Я быстро бегу на кухню, как будто хочу поймать того, кто надо мной шутит. Но звук прекращается опять, как только я оказываюсь на кухне, нож лежит неподвижно. Звоню маме, пытаясь не подавать признаков паники, и спрашиваю, когда они вернутся. Она говорит, что они уже подходят, на меня свалилось чувство облегчения. В общем, они пришли, мы поелись, посмотрели телик, и все пошли спать по своим комнатам. Я осталась на диване. Тут уносился самый капсдец. Я легла, еще не сплю, и не хочу пока что засыпать, поэтому показаться мне не могло. Я начинаю слышать, как дверь шкафа, который у входа, отодвигается, и оттуда мне шепчут мое имя. Сначала один раз, потом второй, уже громче. Я забралась под одеяло от ужаса, думала, мне все это кажется. И тут прямо над моим, над моим предложением ухом, не знаю, над моим каким-то ухом, я слышу такое хитрое шептание, Саша, беги к мамочке. Такая хуйня, ребята. Чего, блядь? Я вскакиваю и как пуля несусь в комнате родителей, стучусь и плачу, сидя на полу, опираясь на дверь и смотря в коридор, и я вижу, что на меня медленно идет что-то очень темное. Шатается с стороны в сторону, у меня уже истерика, родители все еще не открывают, и когда это непонятное существо уже в метре от меня, мама открывает дверь, я буквально падаю туда спиной на пол и рыдаю. Как оказалось, у них там был романтический моментик, поэтому они так долго не открывали. Я все рассказала маме, она оставила меня в комнате, сказала, чтобы отчим осталось на диване этой ночи. Мама спокойно у меня легла спать, подальше от двери, и ночь прошла нормально. Оставшаяся дня спала с мамой и не оставалась одна в этой квартире. Я не знаю, что это было, но это оставило добротную травму на моей детской психике. Сколько обосранных жоп ты поставишь этой стоит? 9,8. Что-то такое, да, мне кажется. Ну, Саша, беги к мамочке. Это вообще пи***ц. Здесь можно просто, типа, сразу инфаркты в гроб. Мне кажется, что кратко здесь. Инфаркт в гроб, все. Других вариантов, в принципе, не дано. Нет. Ну, это жестко. Давно таких историй не было. Прям что, ух, ты такое читаешь, думаешь, бля. А интересно, почему призрак решил так поступить? Он прикалывался чисто, знаешь, постучал сначала ножом, потом прекратил, потом опять нашли постучу. Ну, типа, просто гадость такая. Ну, дрянь какая-то. Вредина. Стопроцентная вредина. Привет, Диана. Очень долго смотрела ваши выпуски про мистические истории. Пришла пора поделиться своими трешаками. Сразу говорю, я занимаюсь второй астрологией больше 10 лет, так что обосранных жоп у меня было настолько много, что не сосчитать. В общем, история один. Давно так три бабуси из окна выпрыгивали, пока спала, и кто-то садился к ней на кровать. Весьма увесистой жопой. У нее три кота, и все они лежали с ней на кровати. Тоже от этого обосрались. Мне нравится, три бабуси выскакивали из окна. Ну, не все же быть какой-то, знаешь, жестко крепать, но и повеселиться иногда. Иногда можно и похихикать. Но сегодня такое, нормальный уровень. Нормальный уровень. Я тебе так скажу. История два. Убирала на себя как-то дома, мыла полы, в темпе навеселее. Вдруг краем глаза вижу около кровати высокого седого лет 80 мужчину в сером костюме, который угрюмо смотрит на меня. Мне очень нравится, что ты договоришь фразу и глядит на меня. Да, я тебя пугаю. А, который угрюмо смотрит на мою кровать, извиняюсь. Момент зафылила, ты чё? Я присела со шваброй прямо на мокрый пол и крикнула от страха. Он развеялся, как дым. Заказала диагностику у коллеги. На втором можно такое посмотреть. Не сказала, что именно смотрю. Коллега сказала, на тебя какой-то серый труп присела. Старый, лет 80, в сером костюме. Мы обе обосрались, и я пошла очиститься. Успешно. Что значит присел труп? Я не знаю. Зацепился, типа, как-то и ходит, а попитал? Ну, типа, я не знаю, энергию сосёт, наверное. Жесть. История три. Напоследок самый кринж. Под Новый год мне снился и мой покойный дед, папин папа. В квартире бабушки, где они жили много лет, бабушка спокойно, без событий, так и живёт там. Дед усердно меня хватал за руку и весь сон, и тащил к выходу из квартиры. Дотащив до прихожей, он начал ссыхаться и уменьшаться в размерах, превращаясь в 90-плюс летнюю старуху в лохмотьях с бесноватыми глазами, орущую и хихикующую. Так как я сама ведьма, я не растерялась, я сильно разозлилась. Какого хера, чертик, какие-то меня волокут. Я потащила её, схватив за гривок к зеркалу и начала бить в него башкой, затем вышурнула из квартиры и проснулась. Так как... Утром рассказала маме о сне. К вечеру у нас дома собрались все родственники. Все так или иначе колдуют или связаны с этим, чтобы помянуть деда. Это там, видимо, семейный этот, патриат. Я рассказываю сон. Тётя крестится, мать по второму кругу выпучивает глаза, бабушка схватила за сердце и начала плакать. Сказала, что неделю назад она ездила в деревню к своей матери, моей прабабке, потому что та умирала и на смертном адре хотела всех увидеть. По описанию бабки из моего сна совпадение с реальной внешностью моей бабки 100%. Она, к слову, из коренных народов Севера называли её Морея, что по-русски Мария, так же зовут и меня. На след день бабушка позвонила ей туда, в глухоманину... Что? Нашу ручку дёрну. Реально? А там соседи есть? Они им пол пылесосят, что ли, приходят? Не знаю. Инфаркт жопы. Это сейчас было 7, а после, ну, к жопу, из 10. Просто кто-то дёрнул нашу ручку дверную, просто... Ну что ж. Ой. На следующий день прабабушка позвонила туда в глухомане и узнала, что та скончалась в ту же ночь, что мне снился сон. Я бы сказала, что это всё на 7, с жоп тянет в совокупности. Ну, типа... На 8. Ну, на 8, ладно, так уж и будет. Прыкинь, рука из двери. Ну, я там бы сразу сдохла. Так что это 10. 9. Ну, да. Ты видишь руку, которая выглядывает из-за двери. Твои действия. Слушай, умереть. Получить инфаркт и гроб. На тему мистики. Привет, давно смотрю вашу рубрику и вот решила тоже написать. Надеюсь, опубликуете, так как она длинная. История произошла больше 10 лет назад. Если бы не с нами, никогда бы не поверила, так как, в принципе, ни во что такое не верю. Примерно 12 лет назад умер мой отчим. До этого он очень долго и тяжело болел туберкулёзом. И по этой причине никогда не заходил в мою комнату, опасаясь за моё здоровье. Если что-то было нужно, максимум вставался у порога, который противно скрипил. Что для дальнейшей истории важно. Когда он умер, я жила далеко, меня заранее сослали, чтобы я этого не видела. И мама несколько ночей не могла зайти в дом. Её будто не пускали, поэтому вскоре она приняла решение забрать меня. И вот я дома, первая наша ночь вдвоём. Она легла в моей комнате, так как ей было одиноко. И тут началось веселье. Всю б***кую ночь порог скрипел, будто на нём кто-то стоит. Мы были в ужасе. Я периодически засыпала и просыпалась от этого звука, но мама не спала всю ночь. С тех пор у нас дома постоянно кто-то ночевал. Зачастую мои друзья, чтобы мы не сошли с ума. А вскоре дом мы продали нашим друзьям, семье, муж, женой и двое детей. И уехали. Далее их рассказ. Их первая ночь прошла в доме Адова. Дети постоянно просыпались и плакали, кричали. Глава семейства клялся, что пару раз за ночь просыпался от того, что диван около его ног скрипел, будто на него кто-то садился. К слову, спал на том месте, где обычно спал отчим. И вот под утро его жене приснился сон, как она выходит в коридор. Там стоит мой отчим и спрашивает её, что происходит и куда мы делись. Я и мама. На что она ему рассказала, что дом мы продали им и уехали жить в другое место. Он ответил ей, хорошо, тогда и я пойду. Наклонился, скрутил наш коврик, который мы им оставили, взял его и вышел из дома. С тех пор все спали спокойно. Больше никаких шорохов и т.д. в доме не было. Твои действия? Зажигать дом ку**ом собачу. Почему? Ну, видишь, как батя нормально повёл себя. Собрал вещи и ушёл. Ну, это очень хорошее поведение призрака, я считаю. Самое достойное, которое только может быть. Не навязываться новым жильцам, а сказать, типа, а ну, не хотите? Ну, нет, я думаю, что там посыл было немножко не такое, типа, блин. Ну, ладно. Ок. Ну, да. Диана и Настя, привет, спасибо за ваше творчество. Круто поднимает настроение. Спасибо. У меня история из разряда мистических, но с двойным дном. Несколько лет назад мы с мамой переехали на съёмную квартиру. Всё отлично, квартира уютная. Соседка, правда, была со своими странностями. Супер верующая и религиозная бабка, которая работает в храме. Долгое время докапывала хозяина квартиры тем, что мамка моя мафиози, потому что её никогда дома нет. Но однажды вышла и извинилась перед нами. Сказала, что до нас тут жила женщина, которая занималась не самыми чистыми делами. И по итогу сгорела тут. Показала нам нашу обугленную дверь, следы пожара мы никогда не замечали. Ох, х**ть. Жесть. Зато замечали другое. Вся квартира от входа до маленьких шкафчиков на кухне была исписана рунами, которые никто из нас расшифровать не смог. В предбанике постоянно какие-то кресты нарисованы углём, а я, иногда возвращаясь домой с пар, замечала иголки в двери и замках. С ужасом выкидывала иглы бабки под дверь. Дальше больше. Каждый день звонил домофон, а в трубку просто молчали. Причём время всегда такое, когда дома вроде никого нет. И вот в одну летнюю ночь я лежала в закрытой комнате и смотрела телевизор. Мама уже спокойно спала у себя в комнате вместе с кошкой. Время за полночь. И я слышу чёткий громкий стук в дверь своей комнаты. Помню, бабушка говорила, что в такие моменты надо громко материться. В общем, вспомнив весь запас своей ненормативной лексики, я ещё немного побоялась и легла спать. Мама встретила только вечером следующего дня. Рассказала ей обо всём, а она смотрит на меня глазами по пять рублей. Говорит, что с утра, выйдя из комнаты, вся обувь была раскидана вдоль коридора, и шмотки на полу валялись. Она решила, что это я бардак устроила случайно, когда могла курить идти. Но я сказала, что из комнаты не выходила. Шло время, но история нас не отпускала, но переезжать мы точно не планировали. Бабка всё время в предбаннике ошивалась, причём дверьми хлопала так, что мы все подпрыгивали. Кошка даже рычала на дверь, как собака. Так мы и жили, деля квартиру с чем-то потусторонним. Пока через год я не рассказала эту историю уже в компании, после чего один парень сильно заугарал и сказал, что это не бабка у нас кресты рисует и в домофон звонит, а домушники. В ту ночь к нам просто вломились в квартиру, а в дверь комнаты они постучали, чтобы проверить, спит ли кто или нет. Телевизор-то они слышат. Я вообще ни хуя, честно говоря, не поняла. Типа, то есть они вломились в квартиру и стучали в дверь комнаты. А потом вломились обратно, видимо. Разблали всё и вломились. Я, честно говоря, не очень понимаю. Весь пазл сложился в единую картину. Но в той квартире что-то иное всё равно было. Все чувствовали, что за ними будто наблюдают. Но вроде как вреда оно не приносило. Мы жили с этим около 10 лет. Кстати, ещё одна история, чтобы было из чего выбрать. Это случилось с моей бабушкой. Наш дедушка умер и через какое-то время, убирая квартиру, бабушка нашла их фотографию. Она заплакала и сказала, а как же ты там, хоть бы знак подал, хорошо ли там тебе или нет. И тут буквально через секунду ей в скайпе сообщение от покойного деда прилетает со словами. Привет, как дела? Она, ясное дело, при***ла, неслабо пишет. Да нормально, а твои как? И тут дед отвечает. Да ничего, но если у тебя 5 тысяч взаимы. Бабушка говорит, а зачем тебе там деньги? Короче, хз, можно ли это принимать как знак от деда или нет? Привет, ну и смешно, и грустно. Мне кажется, взломали. Ну, конечно, взломали, понятно. У меня, прикинь, такой сидит мошенник. И тут, зачем тебе там деньги? А мошенник подумал, типа, где там? Привет, Настя и Диана. Настал момент мне рассказать историю про мистику в моей жизни. Писала уже и про работу, и про отношения. Посмотрела последнее ваше видео про сонный паралич. Вчера не могла уснуть. Просыпалась каждый час. Хорошо, что сейчас белые ночи. Я из СПБ. Вообще, я часто узнаю себя в Насте, ибо я то еще ссыкло. Кстати, могу сказать, что я уже не такое же ссыкло, если что. Нет, я уже закалилась этими нашими историями, поэтому, в принципе, воспринимаю по большей части все вполне адекватно. Но когда кто-то тронул только что ручку двери, я, честно говоря, вообще у меня чуть инфаркт жопы не случился. У меня тоже. Кринж. Кринж полный. А уж когда было видео про то, как вы познакомились, когда ваш бывший сказал, что Диана ведьма, я поняла, что надо срочно написать вам свою мистику. Вообще, у меня есть семейные легенды и предания. Я краткая. Моя прабабка, черная ведьма, мутила чего-то, все село к ней бегло за приворотами и травмами. А моя бабушка, невестка прабабки, наоборот, белая ведьма. Между собой они воевали и недолго жили в одном доме. Черную ведьму в итоге сожгли заживо в бане. Кому-то вселенная насолила конкретно. И вы спросите, а почему моя бабушка, про нее дальше будет мистическая история? Белая ведьма. Есть несколько моментов. Ее очень любят животные, прям залипают, лезут в руки. Сбесившиеся лошади и быки впадают в транс от ее голоса, успокаиваются. Люди тоже к ней относятся по-особенному. Про таких людей говорят сильная энергетика. И самое главное, все, что она говорит, сбывается. А если же в Неве скажут, пи***а, и бабушка меня всегда предостерегала. Не кладывать на святки, не гадать и следить, что и как я говорю, так как есть во мне кровь той черной ведьмой, мало ли что. Плюс я третье поколение, тип передается через три поколения. Так я еще и старшая девочка, ее полная тезка, повезло мне. И мое окружение не раз меня называло ведьмой, и взгляд говорит, у меня тяжелый убивающий. Так что, Диана, я с тобой. И со мной с циклой, и с Дианой ведьмой вообще прям попадание. История. Мне 7 лет, середина 90-х. Мы живем в съемной коммуналке, очень старый дом. Лет 250 ему точно. Приехала в гости моя та самая бабушка, и вот как-то вечером она рассказывает сказки, предания, предложила вызвать домового. Дом-то старый, 100% кто-то за ним следит. Я, естественно, соглашаюсь. Вот мы сели за стол друг напротив друга, взяли 6 незаточенных карандашей и сложили их рамкой прямоугольником. Буквы П. Верхняя палочка от П смотрит мне в живот, кончиками в бабушку. А она в зеркальном отражении, и наши П соприкасаются ножками. Надеюсь, понятно объяснила. Так вот, и бабушка на правах опытной вызывальщицы начала задавать вопросы. Вверх палки поднимаются да, вниз нет. И дальше началась жесть, потому что на каждый ее вопрос палки взлетали, опускались ровно посередине, как ручки у кукол-марионеток. Я начала рыдать от страха, но бабушка запретила разрывать связь. Так мы и сидели. Я рыдаю, палки туда-сюда, бабушка болтает с домовым. В итоге попрощались с ним и убрали карандаши. Меня успокоило то, что жилось у нас ему хорошо, и его не обижали. Уезжая, бабушка велела моей маме забрать блюдечко из комнаты, в которой она жила, спустя 3 дня. Блюдечко было пустое, а бабушка забрадовалась, все съела, понравилось. Она оставляла хлеб и молоко. Комната была закрыта, животных у нас не было. Чудеса. Самое стрёмное, что в последнее время я вангую, постоянно предсказываю и сбывается. А если уж и злюсь, то окружающие говорят от меня, прям фигачат волнами негатива и страшно становится. Что думаете, девочки, дар лезет? А я не хочу, я же ссыкло. Удачи вашему каналу, вы большие молодцы. Но про дымовые палочки забавная история, хоть я и верю, что это было супер стрёмно. Так, паричок слетел немножечко. Вот, но респект, что вытерпела. Но у меня бы, наверное, была психотравма. Ну, возможно. У меня бы 100%, я сдохла бы на месте. Мы очень надеемся, что вам было интересно вместе с нами почитать эти истории. Они вам понравились. Не забывайте, что вы можете присылать свои на эту нашу почту. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok